Главное в жизни будущего шкалера, конечно же, ранец. Именно с ним ребенку придется проводить большую часть своей школьной жизни. Он должен быть качественным, с ортопедической спинкой с широкими лямками, не менее 3 сантиметров. Весит не больше 700 граммов. Достойный экземпляр обойдется около 2000 рублей. Но и служить будет не один год. Остальное – расходники. Пенал для первоклассника важен в том плане, что он не должен быть шумным, но и достаточно вместительным. Это может быть пластмассовый пенал, может быть из сканевых, из картонных каких-то структур. Нежелательно брать металлический, потому что он достаточно шумный и издает звуки, которые мешают ребенку сосредоточиться. Что должно лежать в пенале? Это обыкновенная ученическая ручка. В ней не должно быть каких-либо украшений или игрушек, потому что большая масса ручек сейчас, такого плана ручка-игрушка. Важно, чтобы ручка писала чисто, чтобы была удобна для руки ученика. Две ручки, карандаш твердости ТМ, либо в виде конструктора, точилка, ластик, линейка до 15 сантиметров, закладки на липкой основе – это все, что должно быть в пенале школьника. А вот за маску или ручку «пиши-стирай» учителя не рекомендуют. Зная, что всегда можно исправить написанное, ребенок не будет стараться. Дневник первоклассники тоже не пригодится. В первом классе дневники не заводим, потому что домашнего задания нет. Да, в общем-то, не все дети умеют писать. Обычно мы используем учителя и родители небольшие блокноты, в которых ребенок может с помощью учителя записать какую-либо информацию для родителей. Это блокнотик небольшой, может даже на спираль, чтобы лишние ненужные странички мог ребенок выдернуть, чтобы они не отвлекали его внимание. Пять тетрадей по 12 листов в клетку и пять в линейку будет достаточно. Обложка без рисунков плотная, больше не надо. Первоклассники в основном пишут в специальных рабочих тетрадях. Учебники выдает школа. На уроке труда и рисования стоит приобрести две большие папки на кнопках. В набор для уроков рисования входит альбом 24 листа, акварель, гуашь, набор кистей, стакан, непроливайка. В набор для уроков труда входят ножницы простые, набор цветной бумаги, набор белого картона, набор цветного картона, клей-карандаш, клей ПВА, пластилин без отдушек. Не забудем про обложки для тетрадей, дощечку для лепки. Итого на всю канцелярию вместе с пеналом уйдет около тысячи рублей. Не надо гнаться за красивыми вещами. Они должны быть удобны, компактны. Они должны приносить ребенку пользу, а не развлекать его на уроках. Поэтому, ну и на цену обращать внимание нужно. Товар не должен быть сильно дорогой, должен быть эконом-класса. Потому что ребенок маленький, товар быстро уходит. Количество и стоимость рабочих тетрадей зависит от программы, по которой проходит обучение в той или иной школе. В любом случае, родителям придется потратиться на тетради по таким предметам, как литературное чтение, природоведение и математика, а также пропись. Каждая такая тетрадь стоит в пределах 50 рублей. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.